В эфире новости в студии телерадиокомпании Муравленко ТВ Юлия Лучникова. Здравствуйте и коротко о некоторых темах выпуска. Бюджет города на 2016 год будет бездефицитным и социально направленным. Главный финансовый документ обсудили на публичных слушаниях. Улицы чистят, но снег не всегда вывозят вовремя. Снежные горы во дворах создают потенциальную опасность для детей и водителей. 28 килограммов отработанных батареек. Таков итог акции, организованной волонтерами «Газпромнефть» Муравленко. Общественность Ямала обсуждает послание президента. Его реализация потребует огромной работы, которую нельзя откладывать на потом. Напомню, свое выступление Владимир Путин начал с самых резонансных событий и завершил словами Менделеева, подчеркнув, что наша сила в единстве. Тема продолжит Светлана Грачева. В этом послании президента много нового и много того, что называется политическим перцем. Вопреки прогнозам, Владимир Путин не увяз военной тематике, не бряцал оружием, не грозил расправой. Он просто констатировал факты, приводил доводы и аргументы. Он не клеймил врагов, а значит, у последних есть шанс реабилитироваться и пересмотреть позицию. В борьбе с терроризмом Россия продемонстрировала предельную ответственность и свое лидерство. Эти решительные действия поддержаны российским обществом. И такой абсолютно определенной позиции наших граждан в этой позиции, глубокое понимание, тотальные угрозы терроризма, проявление истинных патриотических чувств, высоких нравственных качеств. Убежденность в том, что национальные интересы, свою историю, традиции, наши ценности нужно защищать. Россия не понаслышке знает, что такое терроризм. Мы помним Беслан, Волгодонск, Москву и другие города. И случайно ямальский губернатор в своем послании тоже говорил о безопасности. Охранять стратегический регион Дмитрий Кобылкин призвал не только по долгу службы. Многое могут сделать общественники и народные дружины. Мы предпримем все усилия, чтобы не допустить сюда ни террористов, ни экстремистов, подорвать, если потребуется, их экономические основы. Я думаю, что Ямал под защитой. Конечно, легкой жизни в следующем году Путин не обещал. Но даже в условиях экономического кризиса россияне не останутся без социальных бонусов. Хотелось бы развеять сомнения тех, кто говорил, что федеральный бюджет режется, никаких социальных программ, никаких социальных расходов себе Россия позволить не может в этой тяжелой ситуации. А послание президента яркое свидетельство тому, что социальные гарантии не только будут сохранены, но и появились очень новые новеллы, на которые стоит обратить внимание. Программа материнского капитала будет продлена на два года. На строительство и ремонт школ выделят 50 миллиардов рублей. В федеральной программе медицинского страхования появится отдельная строка на проведение высокотехнологичных операций. Ямальцы уже слышали о том, что поголовной раздачи социальных льгот больше не будет. Дмитрий Кобылкин словно предвидел федеральный тренд на социальную справедливость. Необходимо поддержать людей с низкими доходами, наиболее уязвимые категории граждан, перейти наконец к справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто в ней действительно нуждается. Об этом же говорили жители обруга при корректировке народной программы. Задавая правильные вопросы, почему люди с застойной зарплатой получают еще и льготы, такие же, как у малообеспеченных категорий граждан. Необходимо сконцентрировать внимание на тех, кто действительно нуждается в поддержке. Было бы странно в эпоху импортозамещения ничего не услышать о сельском хозяйстве. Для несведущего цифры оказались удивительными. Россия экспортирует сельхозпродукции на 20 миллиардов долларов. Это треть доходов от экспорта газа. Ямал поднимать АПК начал еще до кризиса. Есть достижения, которыми не стыдно хвастаться. Да и за дело огромен. Современные технологии позволяют развивать любые направления, даже за полярным кругом. Что касается Ямала, Ямал свои специфики. Но хочу отметить, что всегда, независимо от того, что был импорт, не был импорт, была ситуация, у нас кризис, не кризис, на Ямале всегда выделялось большое внимание сельскому хозяйству. Можно в любом направлении сегодня идти. На Ямале технологии сегодня далеко ушли. Те же самые теплицы, то же самое производство. Но это для внутреннего потребления. Владимир Путин в который раз обозначил одну из главных проблем бизнеса – армию контролеров. Президент указал на статистику, по которой только 15% экономических дел заканчиваются приговором. При этом абсолютное большинство предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, потеряли бизнес. То есть их попрессовали, обобрали и отпустили. И это, конечно, не то, что нам нужно с точки зрения делового климата. Это прямое разрушение делового климата. Я прошу следственные органы и прокуратуру обратить на это особое внимание. О снятии административных барьеров мы слышим не первый раз, а вот о прямом указании прокуратуре контролировать качество следствия, пожалуй, впервые. О том, что коррупция пустила корни среди российских чиновников, практически всех рангов знают все. Различия разве что в размахе. Вот и ямальский губернатор призывает, коррупция и власть на Ямале несовместимы. Самая большая проблема состоит именно еще в несовершенстве законодательства. Все нарушения, которые существуют, они, так скажем, позволительны с точки зрения администрирования и самой системы управления. Ее нужно просто укреплять и совершенствовать. И эта работа не прекращается ни на одну минуту. Ямальский бизнес, конечно, полностью покрыть потери от снижения цен на энергоносители не сможет. Но если ему не мешать, слово скажет. Эти потери покрыть невозможно, потому что 70% экономики России это у нас на Ямале. И такой большой процент, конечно, невозможно покрыть. Но, тем не менее, свою лепту внести в экономику предприниматели могут. К льготам по амнистии капитала предприниматели по-прежнему относятся настороженно. Особенно в условиях дестабилизации рубля. Но если рубль пока не является символом стабильности, то власть просто обязана быть легитимной, прозрачной и честной. Два послания и в каждом главная мысль. На Ямале чиновники должны выйти из кабинетов, чтобы услышать чаяние народа. В России, чтобы объяснять суть возникающих проблем и логику своих действий. Видеть в гражданском обществе и в бизнесе равных партнеров. Светлана Грачева, Андрей Нагибин. Телерадиокомпания «Муравленко-ТВ» при содействии Департамента внутренней политики Ямала. Бюджет 2016 года в Муравленко будет бездефицитным и социально направленным. В администрации города прошли публичные слушания проекта финансового документа на следующий год. Доходная часть составит 3 млрд 521 млн рублей. Как и прежде, город демонстрирует финансовую зависимость от региона. А львиную долю средств почти 86% городской казны составят межбюджетные трансферты из окружного бюджета. Налоговые доходы города составят 409 млн рублей. Поступление неналоговых средств прогнозируется в сумме около 87 млн. По-прежнему источник собственных средств города – это налог на доходы физических лиц. Как и в прошлом году, бюджетные траты будут распределены по 17 муниципальным программам. В среднесрочном периоде бюджетная политика в муниципальном образовании будет развиваться по следующим основным направлениям. Первое. Обеспечение устойчивости городского бюджета при сбалансированном распределении бюджетных ресурсов. Приоритетом, как и прежде, будут являться безусловные выполнения принятых расходных обязательств. При этом, в первоочередном порядке, бюджетными ассигнованиями будут обеспечены социально значимые расходы. Второе. Приведение уровня бюджетных расходов в соответствии с новыми реалиями. Путем ограничения темпов роста расходов, особенно направленных на текущее потребление. Не претерпела существенного изменения и структура расходов городского бюджета. По-прежнему, большая часть средств, более 50%, будет потрачена на систему образования. Далее, по уровню затрат, социальная политика, общегосударственные вопросы, ЖКХ, культура и спорт. Участники публичных слушаний единогласно приняли проект бюджета за основу. 10 декабря на заседании Городской думы депутатам предстоит рассмотреть и утвердить проект городского бюджета 2016 года. К другим темам. Когда уберут горы снега во дворах? С таким вопросом на телефон Народной линии компании Муравленко ТВ обратились сразу несколько жителей города. В некоторых микрорайонах собранный с улиц снег простаивает по несколько дней. Эрнест Бавшин разбирался в ситуации. Вот такие вот кучи снега, оставшиеся после работы специальной техники, есть практически в каждом Муравленковском дворе. Иногда они лежат здесь по несколько дней. Ответственные организации откровенно не спешат их вывозить на полигон. Такие стихийные горки дети используют для игр. А это может быть очень опасно. Скатившись с нее, ребенок может попасть под колеса автомобиля. Мешают горы снега и самим автобладельцам, закрывая обзор на перекрестках. Сегодня у нас работает в пределах 14-15 единиц самосвала, которые ежедневно вывозят. Ежедневно идет складирование и ежедневно идет вывоз. Да, действительно, не будем скрывать об этом, что во время уборки сразу не вывозится. На следующий день мы сразу определяем эти же места и стараемся в кратчайшие сроки, конечно, их вывезти. В целом, сегодня жители города довольны тем, как работают дорожники по очистке улиц. Но хотелось бы, чтобы убранный из дорог и тротуаров снег вывозился из дворов своевременно. Чистят немножко, а то, что бросают, это уже плохо, конечно. Особенно водители, выезжаешь за кучей дорог, не видно ничего. А так-то молодцы, хоть чистят. По сравнению с прошлым годом, мне кажется, лучше, потому что начали убирать сразу, как бы вот выпал снег, поэтому техника работает. А что думаете, вот по таким поводам, вот сгребли кучу снега, да, и она лежит несколько дней, и дети катаются прямо на проезжую часть. Это, конечно, сразу надо убирать тут, безусловно. Уборку улиц ответственные службы должны производить своевременно. Но во время обильных снегопадов, говорят специалисты, графики работ корректируются. Если идет полный снегопад, то мы, конечно, пускаем на патрулирование. В первую очередь, прочищаем возможность вхождения людей и доступ транспортных средств. В любом случае, после окончания этих видов работы, сразу приступаем к очистке и вывозу этих накопленных куч снега. Уборкой снега в городе по-прежнему занимаются три организации. В каждой из них работает телефон горячей линии, и любой житель города имеет право пожаловаться на не вовремя убранный снег. В понедельник на автодороге Сургут-Селехард произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один человек. Около шести часов вечера, в сорока километрах от города, в районе 373-го километра, водитель ВАЗ-21099, двигаясь в сторону Губкинского, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там ВАЗ столкнулся с грузовым мазом. Водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте аварии до приезда скорой помощи. Было проведено обследование дорожной сети, неудовлетворительных каких-либо условий и сопутствующих условий совершения ДТП не выявлено. Как пояснил в своем объяснении водитель МАЗа, он увидел уже буквально перед собой, что автомобиль начало заносить. Принял меры торможения, но избежать столкновения не сумел. В Школе грамотного потребителя прошло очередное заседание, на котором были рассмотрены вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Дискуссия получилась бурной и эмоциональной, а некоторых участников встречи даже попросили покинуть мероприятие. Рассказывает Татьяна Бойко. Заседание Школы грамотного потребителя – это прямое общение с горожанами, во время которого специалисты дают разъяснение по проблемным жилищно-коммунальным вопросам. В этот раз обсуждали актуальную на сегодняшний день тему – капитальный ремонт многоквартирных домов. Занятие в школе началось в спокойной обстановке, но оказалось, что некоторые из участников встречи восприняли капремонт в штыки и не желают в конструктивном диалоге найти ответы на возникающие вопросы. На вопрос на мой не ответили. Я вам вот еще раз говорю, спросил у вас, помните, как я вопрос вам создавал? Куда делятся деньги? Не, 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 здрасте. Это я просто сказал, что ребята, давайте ответим. Вы по 20 лет, ну помните. А насчет ремарка к вашему. В 91-м году нам сказали, вы отдайте наше народное достояние суперэффективным менеджерам, мы вам так сейчас эффективно все сделаем. Вы будете купаться в этом, помните, да? Помню, помню. Вопрос, где эти суперэффективные менеджеры? И не пришла ли пора ли сказать, суперэффективные менеджеры, идите лесом. Вопросов, связанных с капремонтом, у горожан накопилось немало. Среди наиболее актуальных – это как и где будет происходить накопление денежных средств, какие из домов будут отремонтированы в первую очередь, есть ли льготы при оплате взносов, и в чем разница между капремонтом и текущим содержанием домов. Строители 11, капремонт у вас не проводился, но у вас проводились работы по текущему ремонту жилого фонда. Потом вы остались очень довольны этим, а то, что капремонта не было, да, его не было. Поэтому, в общем-то, как бы, вот эта вся программа у нас и строчки капремонта, строки капремонт, ее не было вообще никогда. В итоге, несмотря на попытки помешать диалогу, на все вопросы горожан по теме капитального ремонта были даны ответы. Кроме этого, в рамках исполнения наказов избирателей, группа депутатов решила разобраться с ситуацией по расходу коммунальных ресурсов на общедомовые нужды в доме номер 11 по улице Муравленко. В 2013 году 1835 рублей за ОДН. В 2014-м – 2500, это по 11-м году. И в 2015-м году за 10 месяцев – 2000. Это за ОДН. Депутатами принято решение взять данный дом под личный контроль. Уже достигнута договоренность с филиалом «Ямалкоммунэнерго» по бесплатной установке в квартирах антимагнитных пломб. А старшие по подъездам будут ежемесячно контролировать показания счетчиков. Номера квартир и суммы долга неплательщиков вывесят в подъездах на всеобщее обозрение. Такой тандем депутатов и активных собственников поможет навести порядок с начислениями общедомовых нужд, уверены в школе грамотного потребителя. Натяна Бойко, Эрнест Бавшин, Сергей Шалафан, телерадиокомпания «Муравленко ТВ». Сдай батарейку, получи конфету. На такое заманчивое предложение откликнулись многие горожане. Акцию провели волонтеры «Газпромнефть Муравленко». Участвовали в ней все желающие. И в итоге изжившие свой ресурс батарейки и аккумуляторы сдали 220 жителей города. Таким образом волонтеры собрали 28 килограммов отработанных батареек, а взамен участникам акции раздали более 13 килограммов конфеты и более 200 листовок с описанием того, какой вред окружающей среде приносят неутилизированные должным образом аккумуляторы. После того, как контейнеры будут заполнены, волонтеры наши в том числе будут отвозить на переработку в город Ноябрьск. Мы будем вынимать сами, отвозить самостоятельно и там перерабатывать. Мы гарантируем, что все батарейки собраны. Мы будем отвозить на переработку, мы не будем их выбрасывать. И потом предоставлять соответствующие документы, что мы батарейки действительно переработали. Добавлю, что акция будет продолжена. Специальные контейнеры для сбора использованных батареек появятся в офисах «Газпромнефти» Муравленко. Это все новости на сегодня. Информационные выпуски по-прежнему доступны в интернете на сайте компании «Муравленко.тв». А я благодарю вас за внимание. В студии работала Юлия Лучникова. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин